МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор программы Компания Макс Интер. Улица Богдана Хмельницкого, 77. Макс Интер. Всегда в движении. Здравствуйте! В эфире программа Сканер хроника городских происшествий. В студии Татьяна Котельникова. Благовещенский следственный изолятор попытались передать партию наркотиков. Незаконную операцию сорвали сотрудники СИЗО, которые знали о готовящемся преступлении заранее. Наркотики на территорию СИЗО нарушитель планировал сбросить с чердака дома, расположенного по соседству. Но попытка закончилась неудачей. Наркокурьера задержали на месте преступления сотрудники изоляторов совместно с полицейскими. В свертке правоохранители обнаружили 4 мобильных телефона, а также гашишное масло и шприцы. Исследование показало, что масса наркотика составила около 40 граммов, что является крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело. И к другим темам. За совершение преступления разыскивается 33-летний молодой человек. Транспортные полицейские города Тында отмечают, что подозреваемый может вести маргинальный образ жизни. Евгений Островский, 85-го года рождения. Рост около 190 сантиметров. Спортивного телосложения, волосы русые, стрижка короткая, лицо овальное. Подозревается в совершении преступления. Если вы обладаете какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщите об этом по телефону. Номера сейчас на ваших экранах. Носит футболку красного цвета и представляется именем Василий. Благовещенские полицейские разыскивают молодого человека, который подозревается о совершении преступления. Какого именно правоохранители не раздушают. Парень может быть одет в футболку красного цвета, черные шорты и черные тапочки. При знакомстве говорит, что его зовут Василий. Если вы знаете что-либо о разыскиваемом молодом человеке, сообщите об этом по телефону. Номера сейчас на ваших экранах. В свободном произошло ЧП при строительстве многоквартирного дома. Машинисту башенного крана внезапно стало плохо на 30-метровой высоте. Спуститься на землю самостоятельно мужчина не смог. Операцию по спасению организовали огнеборцы местной пожарной части. Пострадавшего машиниста доставляли на землю необычным способом. Инцидент произошел на одной из строительных площадок города, где возводится многоэтажный дом. Одному из работников, 47-летнему машинисту башенного крана, стало плохо. В этот момент он находился на высоте около 30 метров. Вернуться на землю самостоятельно мужчина не смог. Сильно кружилась голова, а также слабость в теле. На помощь пришли пожарные. Пострадавшего из кабины вынесли на руках и положили в емкость для подачи цемента, которую подняли наверх автокрана. После ее осторожно опустили на землю, а работника передали врачам скорой помощи. Вот и настало время хроники дорожных происшествий. Ежедневно в Благовещенске происходят десятки аварий. Минувшие сутки не стали исключением. На каких авариях побывала наша камера, узнаем прямо сейчас. Впереди обзор городских ДТП. На текстильной виновник аварии скрылся с места происшествия, оставив в одиночестве пострадавшую женщину из Хонды. Беглеца поймали по горячим следам. Он пытался скрыться в гаражном массиве. Очевидцы говорят, задержанный оказался в нетрезвом состоянии. В аварии пострадала женщина из Хонды. Она получила ушиб грудной клетки. На месте работала бригада медиков. В селе Чигири столкнулись две иномарки. Тойота Спасио врезалась в Карину. Авария произошла на улице Центральная. Синяя иномарка догнала Белую перед выездом на Новотроицкое шоссе. Водитель Спасио скатился со склона и не успел вовремя остановить разогнавшуюся иномарку. В итоге та воткнулась в кузов Карины. Люди в аварии не пострадали. На заводской отечественное авто получило удар от японского грузовика. Сначала бортовая машина стояла на парковке, а «Лада» катилась мимо нее в сторону улицы Театральной. Как только универсал поравнялся с грузовиком, случилось неизбежное. Водитель Хайса стартанул с места и начал разворачиваться, но при этом не пропустив «Ладу». Жертва аварии пострадала больше, чем ее виновник. К счастью, люди травм не получили. Малолитражка задела седан на парковке торгового центра. Машины столкнулись в микрорайоне. «Тойота ВИЗ» двигалась задним ходом и финишировала, воткнувшись в «Марк-2». Белая иномарка в это время спокойно стояла, никуда ехать не собиралась. Повреждения машины получили незначительные. Но к жестянщикам обратиться все равно следует. Хорошо, что до врачей дело не дошло. Спорная ситуация возникла между микроавтобусом и седаном. Яблоко Роздора упала на перекрестке улицы Нистая Трудовая. «Лада», а за ней и микроавтобус скатили в сторону улицы 50-летия октября от Кузнечной. На пересечении с Трудовой «Лада» начала поворачивать налево. Как так вышло, что машины познакомились, история умалчивает. Либо микроавтобус неправильно расположился на проезжей части, либо отечественный седан не занял соответствующее положение во время поворота. Так или иначе, распутать клубок дорожной неприятности предстоит сотрудникам ГИБДД. Без страхового полиса, но с желанием погонять. Это водители Карины. Он ехал за кроссовером по улице Артиллерийской. Перед главной Красноармейской водитель Карины должен был снизить скорость, как это сделал Форестер. В итоге он остановился, но было уже слишком поздно. Поломал себя и чужую машину разбил. К счастью, люди в аварии травм не получили. Видеоматериалы предоставлены компанией «Экспертно-правовой центр». Обратиться за помощью экспертов при ДТП вы можете на загородной 171-Б города Благовещенска. На сегодня это все по традиции. Напомним, фото и видео можно прислать нам. Директ-инстаграм сканер ДТП-28. И обязательно звоните по телефону 50 12 12. Не повторяйте чужих ошибок. До встречи. ПОТАБРИКИ ПОТАБРИКИ Продолжение следует...